Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о расхламлении. Нетипичное видео для моего канала. Но вот меня попросили снять разбрахление, расхламление. Как раз я сегодня этим занимаюсь, поэтому решила заснять этот процесс и показать вам. Будет много одежды, ну много чего. Вообще, может быть, кому-то покажется это много, но для меня это не очень даже много. Обычно я выкидываю, так выкидываю. Или отдаю, или раздаю, или отвожу на благотворительность. Знаете, разные у нас есть здесь варианты, скажем так. Надеюсь, вам понравится это видео. Пишите, комментируйте, и добро пожаловать. Так, и вот моя куча одежды, которая идет на выброс. Ну, на благотворительность я ее отношу обычно или в Red Cross, или Venus, в магазины, которые Charity делают. Значит так, у меня здесь и свитера, и джинсы. А в период моего увлечения розовым цветом, таким вот приятным, я купила себе вот такой свитер. Не знаю, чем, что меня сподвигло его купить. Мне показалось, что он очень такой милый, прикольный. Ну, как пару раз фуфан, знаете, надеть. Вот это вот Chanel эмблема. Но я его ни разу не одевала уже, по-моему, сколько год, или даже больше. Поэтому он идет на выброс. Хотя он очень мягкий, очень такой прикольный. Ну, не знаю. Не знаю. Вот это вот высокая горловина. Как-то... Ну, жарко, короче. В нем очень жарко, поэтому нет. А этот был одним из самых моих любимых свитеров. Это бренд называется Joseph. Очень классный, как вы видите, такой золотой, красивый. Но один раз потянулась вот эта вот ниточка, и все. И вот он весь разъезжается, он весь разъехался, весь поехал. Очень некрасиво это смотрится, неопрятно. Починить тоже невозможно. Вот тут на рукаве тоже он разъехался весь. Видите? В этом, конечно, что-то есть такое. Но... Нет. Не буду носить его уже. Сколько он у меня лежит. Думала починить, думала что-то с ним делать. Нет. Платье. Платье... Платье... Вот его носила я года три, наверное, с тех пор, как он у меня появился. Но вот в этом году и в прошлом ни разу не одевала. Это бренд Wulford. Вулфорд, кто знает. Ну, наиболее этот бренд известен своими колготами. Но они также и одежду делают. Это вот такое платье, приталенное на пуговках. Вот прям до конца, до конца идут эти пуговки. Очень красиво подчеркивает фигуру, длинный рукав. Вообще трудно найти красивое, теплое платье с длинным рукавом зимнее. Такое элегантное. Ну, чтобы как бы вот не мешок. Вот это вот не мешок. Это было очень красиво. Но, заметите, да, его вот больше не одевала. Ни в этом году, ни в прошлом. Поэтому чего ему лежать? Зачем ему лежать? Избавляюсь. Это уже австралийские дизайнеры платья. Очень красивое платье. Очень такой у него красивый ретро стиль. Видите, какой он? Но оно мне ужасно стягивает грудь. То есть в нем очень дискомфортно ходить. Ну, вот реально я чувствую, что вот давит. Мне давит. Невозможно дышать. Если ты ходишь весь день в нем, ну, реально чувствуется дискомфорт. А так оно, конечно, очень красивое, очень классная фабрика. Ой, фабрика. Материал. Ткань. Ну, вот за счет того, что оно не тянется, у него нет выточек на груди. Оно очень такое сложное для меня в носке. Вот так называется бренд. Номт. Так что идет в чате. На благотворительность. Дальше. Две вещи бархатные. И с ними такая история. Мне они очень нравятся, они очень красивые, но я заметила, что когда я их ношу, у меня очень плохое настроение. И даже мой муж заметил, сказал, не носи вот эту вот вещь, потому что когда ты в ней, у тебя вот, ну, реально нет настроения, как-то вот не надо. Ну, и вот это действительно так. Я не знаю, это энергетика вещей, энергетика цвета, что это может быть. Бесподобное бархатное платье. Это марка Джива австралийская. Вот такое вот оно простое. Такой вот вырез у него вот такой. И коротенький такой рукав. Клевое платье, но я в нем как Мегера становлюсь. Поэтому отдам его, может быть, кого-то оно осчастливит. Очень красиво сделано. Бархат нежнейший. Просто потрясающе. Ну, не судьба, видимо. Эту вещь я носила очень много, очень долго, давно. Она у меня, это Ральф Лорен. Это вот такой жакет бархат. Бархатный жакет. Вы его тут завязываете внутри, вот на эти. Здесь два таких маленьких шнурочка. Потом тут застегиваете на пуговку. Тут у нас пуговка, вот. И он получается такой приталенный. Летящий, струящийся бархат. Обтекаемый такой. Очень красивый тоже у него. Переливчатый оттенок коричневый. Пуговка тоже на манжете. Ну, все очень здорово сделано. Ну, дизайнерская вещь хорошая. Ну, вот, повторюсь, я в нем становлюсь бабъяга. Поэтому нафиг надо. Дальше. Двое джинс. Джинсы я одно время люблю, другое время терпеть не могу. Вот сейчас у меня период, почти два года, я практически не ношу джинсы. За исключением этих двух пар, но в этом году и их тоже не носила. Это вот классические, ну, не классические, наверное, левайсы на пуговках с высокой талии, на болтах с высокой талии. Я их надевала, наверное, раза два. Силы. Вот этот вот, вот этот вот махровый финиш, дебильный. Ну, не знаю, это модно, но как-то меня вот это не красит. Я их купила, а потом пожалела, что не купила как бы обычные. Они укорачивают ногу, мою лично, делают меня такой толстым. Поэтому пусть их носит кто-то другой. Зря купила, короче. А эти джинсы, лучшие джинсы в мире, если кто-то увидит где-то, вот этот G-бренд, это американский, по-моему, американский бренд, G-бренд, любую фигуру сделают необыкновенной. Скроют все жиры, животик, там, бока и так далее. Главное правильно подобрать свой стиль. У них много стилей, они очень простые. Они выглядят неказисто, но как они сидят, они не растягиваются на коленках. У них не свисают вот эти вот жирные бока, например. Вы знаете, бывают такие джинсы, которые сползают в течение дня. Эти не сползают ни на секунду. У меня вот это G-бренд Мария, стиль Мария. Там еще разные есть стили, но вот этот вот самый лучший. Но я их носила, наверное, года три, и в этом году ни разу их не одела. Поэтому я решила, что, ну, захочу, куплю еще себе этот же бренд. А эти пусть пока идут на благотворительность, скажем так, да? Далее, здесь у меня купальники. Не знаю, уместно показывать видео купальники, но что делать. Вот этот купальник, он очень прикольный, такой розовый. Видите? Такой розовый, с такой вот рюшей здесь, значит. И к нему еще прилагается, вот я даже никогда не пользовалась, вот такая лямочка, чтобы он не сползал. Он мне, он то ли сел, то ли я потолстела, он стал сползать. То есть вот ты его одеваешь, например, купаешься, купаешься, и потом я замечаю, что он вот так медленно, медленно, медленно сползает. Поэтому нет. Поэтому не комфортно его носить. Агент-провокатор. Бесподобный комплект вот такой вот, купальника, вот такой вот лифчик, и вот такие трусики. Вот такие вот трусики, которые когда-то были у меня как раз, с якорем на попе. Агент-провокатор Large, ну, я не знаю. Когда-то они у меня были как раз, сейчас они мне, ну, это смешно. Малый. Тоже он идет вот с такой бретелькой, и к этим трусикам. Я еще купила вот такие трусики, то есть я носила с разными трусами, поэтому отдаю вот так вот, все в комплекте. И вот такой вот белый купальник. Ну, я не буду уже его разворачивать, ну, белый-белый-белый купальники, они быстро как бы теряют свой вид красивый. А, значит, так, тут такая вот супер дизайнерская вещь. Я его называю фартук мясника, но это платье. Девочки, это платье. Я его надевала, наверное, один раз. Это какой-то корейский бренд. Очень интересная ткань. Такая вот, видите, какая-то вот вареная. По-моему, это все вручную разукрашено. Вот такие вот непонятные складки. То есть фигуру вашу оно, конечно, не улучшит. Ну, внимание, может быть, привлечет. Вот такой вот это сарафан. Сзади спина открыта. Здесь вот такие пуговики. Мы можем застегнуть. Ну, короче, я его вряд ли одену когда-нибудь еще раз. Поэтому избавляюсь от него без сожаления. Странная вещь. Бывают много-таки странные вещи. И вот последняя вещь. Это винтажный плащ. Он у меня был в Инстаграме. Знаете, он какой-то вот, он делает из меня тетку. Вот реально тетку. Хотя цвет, ну, посмотрите, какой шикарный цвет. Я думала, я буду прям такой зайка в нем. Буду такая зайка в этом плаще. Но нет. Он делает из меня тетю мочу. Хотя прикольные, красивые, очень розовые пуговицы. Но носить не буду. Смотрится он на мне странно. Все. С одеждой закончили. Вот такая у меня, значит, разбор получился вещей, что касается одежды. Сейчас я сдвину камеру вот сюда. Надеюсь, это видео не будет для вас утомительным. И покажу, что еще даю. Я отдаю вот такой вот чемоданчик Бобби Браун для косметики. Я отдаю его подругиной дочке. Он, мне кажется, ну, он такой для баловства, знаете. Ну, сюда, значит, мы кладем одну косметику, а вниз мы кладем что-то другое, да? Другую косметику. В чем его странность? Что если вы открываете, например, вот это, и это открыто, то оттуда все сыпется. В общем, это такое какое-то странное произведение от Бобби Браун. Лежит у меня... Ой! Лежит у меня уже очень давно, короче, и без дела. Так что оно уходит. Оно уходит. Лаки для ногтей. Лаки для ногтей я заметила. Вот они у меня лежат, лежат, лежат. Я, скорее всего, их отдам подругам или, ну, что-то для мамы оставлю, когда она приедет. Может быть, ей какие-то цвета понравятся. Я... Элвиса пришла, Эльвиша пришла. Я ношу только черный сейчас лак и ньют. Ну, иногда там красный, да? Все. Остальные цвета, вот они просто лежат без дела, пылятся, можно сказать, портятся. Поэтому пусть ими кто-то пользуется лучше, да, ведь, чем, как бы, их держать. Это оставляю, Шанельку, вот такой цвет очень красивый. Вот это вот покрытие Смитсен Культ тоже оставляю. Хорошее, хорошее покрытие. Вот этот розовый, как видите, его уже совсем немножко, фракас, износила половину тюбика. Ну, сейчас больше не ношу, так что я его буду складывать вот сюда, от чего я избавляюсь. Красиво потом, кому-нибудь, отдам, а там уже как хотят. Вот такие вот стальные оттенки мне тоже нравятся, поэтому оставлю. Смитсен Культ темно-синий, почти черный, конечно же, оставляю. Дальше покрытие топ-коут от Шанель оставляю. Оно шикарно идет вот как раз с этим черным. Цвет Селебрити, вот мой, как бы, фаворит уже давно оставляю. Дальше вот этот цвет, конечно же, оставляю нюд, хороший, и в один слой, и в два слоя. Шикарно вообще смотрится. Вот с этим, не знаю, очень мне нравится цвет, но ношу крайне редко. Пожалуй, оставлю пока, потому что такой, как бы, почти нюд, ну, такой, неонюд. смесь и энкульт вот такой цвет, очень яркий, не знаю, редко ношу, уходит. А вот это вот Шанель тоже ношу редко, ну, красиво, конечно, но мне кажется, кому-то это принесет больше радости, чем мне, поэтому до свидания. Этот тоже крайне редко ношу, я вот так складываю, а потом уже, ну, девчонки выберут, подружки и маме что-то. А вот этот красный оставляю, классический красный всегда нужен. Вот этот вот оранжевый очень странный, я его отдам, наверное, подружкиной дочке, ей он точно понравится. Так. Вот такой вот Шанелька тоже нюд, тоже уже такая приехавшая, поэтому, наверное, от нее избавлюсь, так же, как и от этого избавлюсь. Вот этот желтый практически никогда не носила, но он, конечно, классный, но вряд ли я его буду носить, поэтому избавляюсь. Вот такой вот серебристый я уже отложила с Митценкульт, мне, наверное, Шанель, не надо. Три лака от Мавала практически вообще не ношу, уже очень давно, поэтому уходят. И два лака от Диор Энигма, Энигма это, по-моему, называется цвет, вот этот вот красивый такой, да, Энигма, конечно же, остается, это бесподобный нюд, ну и вот этот тоже мне нравится, такой серый, с золотом, такой хамелеонистый. так что вот, оставляю вот эти лаки себе, остальные все уходят. Раздам девочкам, что-то маленькое, конечно же, отложу, я знаю, какие цвета ей нравятся, а какие не очень, это остается, это уходят. Дальше вот тут у меня украшения, я тоже дофига всего отдаю, всякие какие-то брошки, вот это вот украшение на ухо, в каком-то видео я в нем была, но это, знаете, это только вот для видео, в жизни вот такое носить, это очень, ну, не очень удобно, честно говоря, вот такая вот брошечка, ну, это все лежит, знаете, такие серьги, какие-то вот непонятные, я думала все их надеять, надеять, знаете, поносить, одеть куда-то в видео, для видео, ну, слушайте, для видео все это хранить, это вот, такие вот сережки, ни разу их не одевала, ну, типа модные, да, мне их муж купил, не знаю, зачем, говорит, ну, это что там сейчас модно, ну, я не разделяю его взглядов, скажем так, все, это вот то, что касается таких вот украшений, симпатичных, я их вот прям отнесу вот так в коробочке, чтобы люди их там не растеряли, а здесь в сумке, знаете, я нашла какие-то вот, что это, для диафильных, да, диапроекторов, какие-то вот эти штучки, какой-то ловец снов, вот такой белый, нахрен, нам не нужен, а, вот эти вот четки, они очень красивые, честно говоря, даже жалко их, жалко их куда-то отдавать, не знаю, может, мало, короче, это, какие-то вот посудки непонятные, такая вот штучка для телефона, которые я вообще не пользуюсь, там дальше много всего, какие-то бусики, браслетики, понимаете, накапливается столько всего, столько вещей, которые потом, как бы, вообще никому не нужны, это вот то, что касается вещей, сейчас покажу быстренько по журналам, книги я не выбрасываю никогда, книги, если, как бы, хочу от чего-то избавиться, я их или раздаю, или просто кладу в лифт, например, или куда-то, у меня разложены журналы, их очень много, как вы видите, что-то я, конечно же, оставлю, какие-то вот самые мои любимые, а остальное все идет в мусор, Энадо журнал, бесподобный, Ханго, бесподобный, еще один Энадо, то есть они не теряют своей для меня ценности, спустя там даже сезоны и года, вот этот очень хороший журнал оставляю, здесь журнал, тут написано о моем муже, тоже оставляю, Муми Тролику оставляю, Сквайр, мне подружка прислала, это каталог антикварный, нужен, здесь тоже писали про, ну, короче, писали, значит так, все вот эти вот журналы Love, это, ну, я не знаю, кто меня смотрит, давно знают, это мои самые любимые журналы, я их все оставляю, естественно, вот они все мои любимые, Love, и стараюсь покупать каждый сезон, они выходят раз в три месяца, все с разными обложками, все вот такие вот толстенные, вот, они мне нужны, значит так, здесь альбомы, все мияки, книги, конечно же, я оставляю, дальше, воги, волк с Викторией Бекхам, мне очень нравится эта фотосессия, я, наверное, оставлю, а потом я повыдираю, что мне не нужно, британский вог, видела, дальше идет, видела, это вот все уходит, Эмма Уотсон, понятно, вот этот вот, ну, клювый журнал про русских девочек, ну, посмотрела и enough, а вог Австралия, ну, так, только из-за обложки покупать, он отвратительный, я уже говорила, по-моему, еще один британский уходит, коллекшнс, уже все старые, уже все, вот, у меня оказалось даже два вога, так что один оставляю, один отправляется у меня дальше, путешествовать, сюда, это бесподобная обложка, я, наверное, из нее повыдергиваю, что-то, вог Джапен, фигня, ну, он такой, конечно, интересный, ну, так, базар Австралийский, ну, вообще тоже, ни о чем, дальше идет у меня вот этот вог с Викторией Бекхам, где ее, на мой взгляд, как-то не очень сняли, поэтому, ну, оставлю для, ой, тут даже какая-то косметичка, смотрите-ка, даже внутри какая-то косметичка, господи, так, это уходит, уходит, я, конечно же, еще перед тем, как все это выкину, все отнести в магазин, я их пролистаю, если какие-то клевые вот фотосессии, красивые кадры, я их вырву себе, но в основном это вот все уйдет, британский вог, так что, вот смотрите, это остается, а это стопочка уходит, как бы расхламительный день, я еще не делала расхламление у сына, не делала расхламление у мужа в одежде, так что, надо, наверное, этим заняться, но я без них ничего, конечно, не буду выкидывать, ничего не буду относить, благотворительность, потому что, ну, как бы человек должен сам для себя решить, все, на этом все, с вами была Аленка Блок, пока-пока.